Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня мы продолжаем тему планировки нашего участка. И большинство садоводов, задумываясь о том, что же, как правильно расположить на участке, не упускают тему и теплицы. Очень важно понимать, из чего лучше сделать теплицу все-таки, так как есть варианты на сегодняшний день. Это и стекло, и поликарбонат. И, конечно, поликарбонатная теплица в финансовом плане более доступна, но поймите правильно, поликарбонат довольно быстро мутнеет. Вот эти пустоты внутри заполняются пылью, и спустя несколько лет, 5-6-7, ну кому повезет, может, максимум до десятка лет, и дальше пропускная способность для световых лучей очень низкая у поликарбонатных теплиц становится. Обратите внимание, промышленные теплицы никогда верх теплицы не делаются из поликарбоната. Если боковые стенки допускаются из поликарбоната, то верх теплицы, откуда основные солнечные лучи проходят, всегда делается только из стекла. Поэтому, если у вас есть возможность, то, конечно, лучше сделать теплицу из стекла. Это будет совсем долговечная конструкция. Промыли ее просто, вот стекло промыли, и у вас опять великолепная пропускная способность для световых лучей. Растения получают полноценное освещение, не надо ничего досвечивать теплицы, у вас хватает именно того солнца, которое проходит через стекло. И когда мы уже определились с тем, из чего сделать, какой формы теплицу, вот здесь уже нужно определиться все-таки, где на участке. Желательно ближе к дому. Чем ближе к дому, тем вам же будет удобнее и комфортнее. Но если вот эта часть у кого-то уже занята какими-то постройками, там, скажем так, хозблок какой-то, тут летняя кухня, то, конечно, можно теплицу ставить и за земляникой, опять же, на самом освещенном месте. Расстояние в этом случае между земляникой и теплицей не менее трех метров. Так как теплица, хоть она весной, мы видим, что она прозрачная, и, в общем, особой тени-то не дает, но летом-то она будет давать мощную тень, и земляника будет страдать от дефицита света. Поэтому теплицу рядом с земляникой можно, еще раз подчеркну, не менее трех метров. И до тех же вишен, слив, смородины, например, не менее, если это вишня, слива, то не менее трех-четырех метров. Если это, там, допустим, красная смородина или черная, ну, достаточно два с половиной, там, два метра. И только в этом случае у нас получим и всегда хороший урожай в теплице, растения не будут страдать от дефицита освещенности. Но если мы, еще раз говорю, если есть возможность поставить ближе к дому, вот здесь, если уже солнце у нас попадает наоборот так, что не мешает здесь вот, как тень уже теплица не будет на землянику давать, в этом случае дорожку можно сократить, всего метровую оставить, чтобы удобно ходить было, и тогда у вас нормально будет и в теплице, и для земляники. Всегда будет хороший урожай там и там. Где на участке расположить теплицу? Тоже нужно ориентироваться по сторонам света. Но прежде чем ориентироваться по сторонам света, один очень важный момент еще, многие садоводы почему-то куда-то теплицу уносят в конец участка. Зачем? Чем ближе к дому расположена теплица, тем это удобнее во всех отношениях. И, допустим, рано весной теплая вода дома обычно бывает на участке, где не будешь ее туда, в конец вот огорода таскать, когда еще не работает летний водопровод, далеко воду носить не очень удобно. Поэтому во всех отношениях теплица все-таки желательно как можно ближе к дому. Это раз. Во-вторых, теплицу, конечно, как я уже сказала, ориентировать нужно по сторонам света. И для того, чтобы было хорошее освещение в течение всего лета, каждый день с утра до вечера, конечно, теплица должна располагаться с востока на запад ориентировочно. Поэтому в этом случае. Но, опять же, когда мы располагаем с востока на запад нашу теплицу, нужно не забывать, что вот южная сторона, которая вдоль, вот длинная сторона теплицы будет располагаться, да, Здесь у нас нужно к краю самые низкие культуры высаживать. И дальше к центру теплицы более высокие. У нас на сегодняшний день, вот если грубо вот так разбираться в теплицах по их строению, по их формам точнее, То можно грубо разделить на 4 вида теплицы. Да, пристенные теплицы, затем двускатные теплицы, многоугольные такие или многогранные теплицы и арочные теплицы. Конечно, максимально распространены у нас везде арочные теплицы, потому что их очень легко собирать. Они очень легкие в установке, но конструкция оставляет желать лучшего. Конечно, простота установки делает их самыми популярными. Но если... Давайте разберем вот все-таки все плюсы и минусы каждого вида теплиц. Вот пристенная теплица. Что такое пристенная теплица? То есть одна сторона, северная сторона, с которой все равно у нас никакого солнышка никогда нет, Это может быть, если у вас какие-то кирпичные постройки есть, какой-то сарай на участке есть кирпичный или баня кирпичная. Короче, есть кирпичная стенка. Вот просто к ней можно достраивать уже три остальные стороны. И в теплице северная сторона у нас получается кирпичная, а остальные все идут стеклянные либо поликарбонатные в этом случае. Вот это любимая модель китайцев. Любимая модель теплиц для китайцев. Китайцы люди очень практичные, и они понимают, что вот эта вот нагревающаяся в течение дня кирпичная кладка, она всю ночь потом работает как великолепный аккумулятор тепла, постепенно отдает тепло. В таких теплицах всегда очень тепло, и растения чувствуют себя просто великолепно. Многогранникам теплицы чем удобнее, у них ребра жесткости более выраженные такие, и она более прочная теплица. Но в плане самого устройства теплицы, конечно, намного дешевле обойдется обычная арочная теплица. Минус огромной у арочной теплицы, то, что у нее нет никаких форточек в верхней точке теплицы. Они невысокие, обычно где-то 1,8 м, максимум 2 м по коньку, и, в общем-то, там не очень рационально используется площадь. И плюсом в этих теплицах довольно сильно страдают растения от перегрева. Поэтому вот эти теплицы, когда у нас с двух сторон, вот с торцов просто открываются двери, или с одной стороны дверь, с другой там форточка открывается, можно... Все равно это сквозняк. Это сквозняк, который не любит ни одно растение. Поэтому лишняя жара должна уходить не через друг напротив друга расположенные двери, а жара, где у нас по законам физики тепло всегда скапливается, в самой верхней точке. Поэтому форточки в теплице должны быть в коньке теплицы. Вот самая верхняя точка, там должны быть открывающиеся форточки. Вот на сегодняшний день, если вы заказываете теплицу, что в каких-то вот наших торговых фирмах, которые сами изготавливают, у них есть такая услуга, то есть они вам могут в любом месте сделать и форточки в том числе. Да, это удорожание по цене теплицы, но оно, поверьте, окупится более лучшим качеством теплицы, растением более комфортно будет теплицы. Сделайте обязательно в верхней части форточки. Если длина теплицы 4 метра, желательно 2 форточки. Если длина теплицы 6-8 метров, естественно, пропорционально 3-4 форточки вам нужно будет на теплицу. Но хотя бы одну форточку в центре теплицы сделайте, чтобы у вас жара уходила. Самый, конечно, беспроигрышный вариант теплицы – это гускатная теплица. Вот здесь как раз в самом коньке у нас делаются нормальные форточки, их можно сделать с двух сторон. Вся жара у нас скапливается именно под коньком там, вся жара будет уходить. Здесь даже если у вас в самую жару будет одна дверь закрыта, но будут открыты сверху форточки, ни одно растение не подгорит. Старайтесь, если есть возможность, сделать теплицу повыше. Вот из личного опыта могу сказать. У меня у самой высота теплицы по коньку 4,5 метра. Даже когда я забываю вовремя открыть двери, у меня не страдает ни одно растение. На фоне того, что у соседей арочной теплицы, которая невысокая, вот там у них уже подгорают листья, хотя открыты и двери, и вторая дверь там или форточка в другом торце у них теплица открыта. И у них все равно вянуты, подгорают уже растения. Какую же выбрать теплицу? Конечно, выбор за вами. Но еще раз повторю, что стеклянная двускатная теплица, конечно, это самый оптимальный вариант. Что нужно еще в теплице обязательно? Нужно предусмотреть, в каком месте она будет стоять, чтобы она ни в коем случае не стояла в пониженной части участка, чтобы там не скапливалась вода никогда. Иначе будет заболачивание, и у вас там моментально будет распространяться микроводоросли типа мха. Там вот такой с зеленой микроводорослями покроется вся земля. Оно и так в теплице влага застаивается. А еще если пониженное, рано весной нельзя будет высадить. Очень удобно на сегодняшний день плоским шифером, допустим, огородить грядки внутри теплицы для того, чтобы рано прогревалось весной. Причем летом это не приводит к перегреву, потому что летом у нас уже мощная такая листва обычно, хоть у томатов, хоть у огурцов. И уже вот сам вот этот плоский шифер, он хорошо прикрыт. Поэтому, несмотря на то, что он серый, он перегрева не дает. А рано весной как раз позволяет рано-рано прогреться почве в теплице и позволяет как можно раньше высадить. Маленькая хитрость. В теплице очень хорошо иметь по углам теплицы хотя бы две 200-литровые бочки с водой. Для того, чтобы, во-первых, вода всегда будет теплая. Это раз, можно там всегда развести какие-то удобрения и все. И плюсом это тоже аккумулятор тепла. За день вода нагревается от солнечных лучей, а ночью постепенно отдает вот это вот тепло. Поэтому рано весной или летом в периоды похолодания как раз хорошо работает как дополнительный обогрев теплицы растениям более комфортно. О том, какие сорта подойдут для теплиц, конечно, можно поговорить и в следующих передачах. Самое главное, вы должны понимать, что если сорт предназначен для открытого грунта, от высокой температуры он будет в теплице страдать. Если те же огурцы для открытого грунта мы высаживаем в теплице, они не портанокорпические, может быть, очень низкая завязываемость плодов, потому что им нужно опыление. В теплице такого опыления никогда не будет. Поэтому обязательно подбираем сорта. Те же томаты, например, они в открытом грунте. Многие жалуются часто, ой, в теплице плохо растут томаты. Только потому, что вы посажаете обычные сорта, предназначенные для открытого грунта, высаживаете в теплице, а они не предназначены для этих высоких температур, для высокой влажности воздуха. Поэтому, конечно, урожай в теплице будет ниже. Если правильно подберете сорта, именно чисто тепличные, у вас будет великолепный всегда урожай ранний. И долго осенью можно будет получать не только уже с ящиков дозревающие томаты, а именно в теплице до самых уже таких серьезных заморозков. У вас будет хороший-хороший созревать свои такие сладенькие, свеженькие помидорчики, огурчики. Главное – правильно подобрать теплицу и установить на участке. Если мы говорим ближе к дому, что теплицу нужно устанавливать, если у вас возле дома никаких построек других нет и нет такого сплошного озеленения, конечно, очень хорошо, если теплица будет здесь. Здесь можно поставить и пристенную теплицу, если у вас какие-то строения, те же какие-то сараи пошли, хозблоки какие-то. То есть вот здесь к торцу можно сделать односкатную вот эту пристенную теплицу. Либо даже если у вас просто никаких строений нет, она очень хорошо сюда впишется, ее можно и задекорировать хорошо. Если все-таки здесь все занято постройками, то мы устанавливаем теплицу до земляники. И между теплицей и земляникой расстояние должно быть не менее трех метров. Вот это обязательно, чтобы теплица, несмотря на то, что она прозрачная, но она нам дает все равно тень. И чтобы она нам не затеняла землянику, как минимум три метра вот здесь расстояние. Опять же расстояние до тех же вот кустов смородины красной, а они все-таки довольно высокие у нас, тоже должно быть не менее где-то двух-трех метров. Даже до сливы, слива еще выше, чем смородина, хотя бы два-два с половиной, лучше три-четыре метра. Вот тогда у нас освещенность нормальная будет у растений в течение всего лета. И растения не будут страдать от дефицита освещенности. Ну, на этом сегодняшняя передача у нас окончена. До встречи через неделю, где мы продолжим говорить о том, где и что нам удобнее и правильнее посадить на участке. А также, что же в наших сибирских условиях срочно нужно сейчас сделать с началом весны. То, о чем многие садоводы даже и не догадываются. До новых встреч! Благодарим за помощь в организации и проведении съемок «Бийский детский эколого-туристический центр». Город Бийск, улица Валя Максимовой, дом 130. Телефон 40-72-67. Смотрите программу «Удачная среда» на странице «Бийского телевидения» на видеохостинге YouTube в группах «Бийск мой город» и в социальных сетях. А также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова